Айо, с вами Трэнди и это еженедельные новости каждое воскресенье в 11.00 по Москве у меня на канале. На прошлой неделе новости набрали очень хорошо, но мы почему-то очень долго собирали 2000 лайков. Надеюсь, на этой неделе мы их наберем гораздо быстрее. Я в вас верю, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Это максимально меня мотивирует на работу. Ну а мы переходим к новостям, чтобы не затягивать. На этой неделе мы сделаем небольшое исключение и начнем с новостей не про Xbox. Потому что на этой неделе очень сильно нашумел мой ролик про забаненные консоли Nintendo Switch в России. И тут я хотел бы как бы ответить на самые популярные вопросы. Даже не на самые популярные вопросы, а просто развеять некоторые мифы. Во-первых, могут забанить только новые консоли, которым меньше двух месяцев везенные из-за границы. Потому что именно в этот срок примерно можно делать возврат. А потом этого сделать невозможно, поэтому дальше переживать не стоит. Поэтому консоли, купленные в России первые два месяца, лучше не забивать электронными играми. Потому что вместе с консолью может отлететь и аккаунт. Второе. Консоль может отлететь от дешевых котов Splatier.ru или от других непроверенных продавцов. Я знаю, что основные ютуберы, там кто продает коды оплаты, они просто покупают их на Binance, на CoinBee и на CoinBee проверенные коды. Поэтому если вы предпочитаете покупать не у меня, а у какого-то другого своего любимого ютубера. Я думаю, что там тоже все в порядке. Потому что все покупают вот на Binance. Там эта площадка крупная, проверенная. Там точно не баня. Тут можете не переживать. Также у меня официальные коды, купленные у дистрибьюторов Nintendo, там в Польше и в США, тоже все нормально. Ну и еще у меня подписчики в комментариях правильно заметили, можно просто покупать консоли с рук, бэушные. Тут ничего такого нет. Вы просто приходите, проверяете их на месте. Если все нормально, ничего не дрифтит, не скрипит, не люфтит, то можете брать. Эти консоли были куплены в России давно и их скорее всего не забанят. Ну и четвертое, консоли, которые приезжают с Алиэкспресса, их тоже не банят. Ну и пятое, и самое-самое важное, что я, наверное, плохо донес в прошлом ролике, хотя вроде проговорил это, что вероятность банок крайне мала. То есть, свечи завозятся реально тысячами и может быть там из этих тысяч какой-нибудь один недобросовестный поставщик и вот какой-нибудь там 1-2% шанса, что ваш консоль забанят из-за того, что он вернул там деньги где-нибудь в США, в Гонконге или еще где-то. То есть, вероятность бана крайне мала. И также вероятность бана из-за кодов тоже крайне мала, потому что их продают там тысячами, а банят буквально единицы людей, так что прям сильно паниковать не стоит. Просто как бы будьте бдительны и соблюдайте, так скажем, гигиену пользования Nintendo Switch. Немножечко переждите вот два месяца, когда вот только-только купили Switch, покупая картриджи и покупайте коды у тех, кому вы доверяете. Вот у Джилсы в паблике есть там список проверенных людей, там несколько ютуберов, несколько людей, которых знают в тусовке Nintendo, вот я есть в этом списке. Так что вот по этому списку более-менее можете ориентироваться, смотреть, проверять и выбирать, у кого вам удобнее покупать. Но вроде всю ситуацию обрисовал, надеюсь это вам поможет. И еще раз повторюсь, если вы брали консоль там больше чем два месяца назад и не покупали дешевые коды на плате.ру, то вам бояться абсолютно нечего. Ну и продолжаем в этот раз у нас второй новостью новость про Xbox. Джефф Граб сообщает, что команда Xbox ведет переговоры о приобретении крупного японского издателя и нескольких небольших студий. До этого об этом же сообщал Bloomberg, но это было еще до покупки Activision Blizzard. То есть они все-таки движутся в эту сторону потихонечку, видимо только закроют сделку с Activision Blizzard и дальше продолжат делать свои покупки. Блин, это конечно вообще уже ни в какие ворота не лезет и на самом деле от этого уже вообще ни капли не весело. Так они скупят всю индустрию и игр мы вообще не увидим судя по тому, как часто Xbox выпускает новые игры. Это какой-то мрак. Я даже не знаю типа к чему это может в конечном итоге привести. Я вот надеюсь, что все-таки антимонопольные службы закроют вот эту сделку с Activision Blizzard и скажут Xbox успокоиться, что им все-таки хватит уже покупать разные студии. И все будущие сделки их будут пресекать, ну потому что реально это уже вообще ни капли не весело, как по мне. Если кто-то подумал, что сейчас речь шла о Nintendo или о Sony, как о японской компании, конечно же нет. Скорее всего о какой-нибудь Bandai Namco, Sega или что-нибудь такое. Но все равно от этого легче не становится. В то время как майки скупают бесконечное количество студий, Sony презентуется Человека-паука Майлз Моралес на ПК. Вышел трейлер, показали что там будет у нас и вроде как ну обычный Майлз Моралес ремастерит там улучшенная графика, все красиво, пью-пью, пау-пау, короче кайф будет. Потому что я вот посмотрел как выглядит вот этот первый Человек-паук на компе и вполне себе достойно, классно выглядит. Майлз Моралес будет выглядеть еще лучше, но скорее всего такими темпами они выпустят все старые игры на ПК. И кстати интересный факт увидел просто в качестве мемчика, акции Sony теперь стоят дешевле, чем игры Sony. Там у них акции прям очень сильно упали и стоят там 68 долларов, ну по крайней мере стоят на момент съемок новостей. А игры у них 70 долларов стоят, вот это кек. Ну и конечно же на этой неделе я вообще никак не могу обойти новость о том, что состоялся бэтл тест Modern Warfare 2 и это прям стало самая успешная Call of Duty за всю историю. Ну конечно же я говорю, что самая успешная бета за всю историю. В ней было наиграно больше всего часов, больше всего геймеров было онлайн и в ней было сыграно самое большое количество матчей. И честно говоря, после такого хайпа я думал, что люди будут плеваться, говорить, что опять получился очередной конвейер, отстой, помойка и тому подобное. Но я зашел, почитал в комментарии, ну по крайней мере в ру сегменте и люди прям довольны. Говорят, что это вот именно тот шутер, который они давно хотели. Они устали от всяких батлфилдов 2042, от вот этой предыдущей Call of Duty, что в это не очень хорошо играется. А тут прям вот классический, классический прям Call of Duty, который они так давно ждали, чтобы было кайфово побегать. Ну и вроде как технических проблем тоже в игре не наблюдалось, особо сильных. Ну тут неудивительно, там Бобби Котик держит всех в ежовых рукавицах и у него точно не забалуешь, в отличие от EA. В принципе, я думаю, что вот этот вот весь сверхинтерес к Call of Duty вызван именно сделкой с Майкрософта, что люди прям сильно заинтересованы, что же там такое будет после сделки, что они увидят у себя в геймпассе. Остается только дождаться релиза, я думаю, что как бы это будет абсолютно классическое Call of Duty и я наконец-то в нее поиграю полноценно, а не просто в Warzone. Потому что мне всегда почему-то было прям жалко денег отдавать за Call of Duty. За Battlefield я платил, покупал этот Battlefield, а вот за Call of Duty реально все время жалел денег. А тут раз он будет в геймпассе, обязательно в него поиграю. Но не одними крупными платформами едины. Например, можем поговорить с вами про Overwatch, который выходит в том числе и на Nintendo Switch. Близзарды заявили, что для игры в Overwatch 2 будут требовать привязку номера телефона к аккаунту. Ну вообще кайфово, в связи с последними событиями, я думаю, что в России вероятность поиграть кратно снижается, потому что возьмут и просто перестанут отправлять смски в России. Вот это будет прикол. Но если даже все будет нормально, то это все равно какая-то дичь неимоверная. Зачем? Почему? Они объясняют это тем, что это снизит токсичность игроков и это обеспечит комфортный игровой процесс. Я вот честно говоря не знаю, как это может помочь. Если они рассчитывают на то, что если они забанят аккаунт, к которому привязан номер телефона, человек из этого вообще никак не выкрутится. Ну это бред. Типа его забанят, он пойдет новую симку купит, привяжет к ней, все четко будет играть дальше. Если они будут показывать номер телефона токсичного чувака на полэкрана, чтобы все его видели. Вот это другой разговор. Но тут я думаю, что на них кто-нибудь все-таки жалобу за это может подать. Поэтому скорее всего они собираются банить людей. Короче, выход Overwatch 2 состоится уже 4 октября на Xbox, PlayStation, PC и Switch. А PvP режим для всех игроков будет бесплатным. Короче, этот многострадальный Overwatch 2, я даже не знаю, что из этого получится. Поживем, увидим. Focus Entertainment продемонстрировали новый трейлер A Plugged Tale Requiem, который рассказал нам об истории игры. И я так понимаю, игру очень многие ждут, и она в том числе и выходит на Nintendo Switch, но правда облачная версия. Но, как мы все знаем, теперь мы из России можем без проблем играть в облачные игры. Пошли в Польшу, зашли в eShop, купили себе облачную версию. Притом даже не за сверх большие деньги, вполне себе адекватные. Главное, чтобы интернет у вас был более-менее нормальный. Облачные игры Nintendo Switch не сильно прям требовательные к интернету. Играть комфортно. И пошли проходить тот же Plugged Tale. Может быть я опять неправильно прочитал название, сорян. Кстати, насчет Польши. Мы спустя с такое количество поисков, наконец-то нашли официального дистрибьютора Польши. Ну, то есть нашли выход на официального дистрибьютора Польши. И теперь мы можем закупать коды Польши в огромных количествах. Просто в неограниченных количествах, как вы понимаете. Потому что до этого нам приходилось отправлять человека в официальный магазин Nintendo. Там скупать вообще все коды, которые были на полках. Вот эти карточки, короче. Потом он стирал там все дела, это перепечатывал. Короче, ох, сколько маяты было. Но зато теперь у нас как бы неограниченное количество кодов. Ссылка на бота есть. Так что кто хотел покупать игры именно в Польше, можете переходить к нам. Теперь у нас там очень много кодов в Польше. И, кстати, по очень приятным ценам. Если на цены США у нас некоторые люди жалуются. Ну, блин, ну не имеем мы возможности сделать их ниже. Ну, правда, я налоги плачу и мы покупаем их официально. Короче, немножечко это дороже выходит, чем на платье RU. То на коды Польши, особенно с персональными скидками, у нас вообще, наверное, одни из лучших цен на рынке. Потому что я вот коды Польши очень сложно достать. И я даже не знаю, вот как-то вот так нам повезло выйти на дистрибьютора. Но реально вот коды Польши очень сложно найти. Пришлось очень долго искать. Но у нас получилось, и в итоге у нас есть они в наличии. И из-за того, что они покупаются у официального дистрибьютора по очень хорошим ценам, я вам скажу. То мы, соответственно, можем делать тоже очень хорошие цены в магазине. Так вот, чё-то я отвлёкся с этими годами оплаты. Короче, игра вот Plague Tale очень сильно ожидаема игроками. И стоит знать, что это игра не с открытым миром, которых в последнее время просто дофигища. А это традиционное линейное приключение. И продолжительность у него соответствующая. Там 15-18 часов. Короче, если вы устали от этих бесконечных побегушек по открытым мирам, то вот это отличные варианты. И даже, типа, создатели игры заявляют, что они вообще не преследовали цели сделать игру как можно длиннее. То есть это полноценное, целостное произведение. Никак, типа, не затянутое. Короче, вот такую игру я давно ждал. Надо будет попробовать. Хотя бы посмотреть, что она из себя представляет. Подъезжают у нас немножечко грустненькие новости от Ubisoft. Они не собираются включать мультиплеер в Mario Plus кролики нового. И также не будет кооперативной игры, что еще грустнее. Они, типа, сказали, что решили сосредоточиться именно на сольном прохождении. И если бы они делали какое-нибудь кооперативное прохождение, то это бы сильно поломало баланс. А тут, типа, они все прям до миллиметров измерили. И ваше прохождение должно получиться идеальным. Но только в соло. Мне, конечно, нравилось играть с друзьями. В Mario Plus кролики было увлекательно проходить там всяких боссов. Потом, еще после прохождения игры, можно было отправляться там на всякие локации. И отдельно побеждать вот этих противников тоже с друзьями. Было классно. Очень грустно, что этого не будет в новой игре. Но, блин, как же я надеюсь, что они хотя бы ее донатом не испоганят. Вот реально у меня в последнее время все мысли о Mario Plus кроликах заняты только тем, что, типа, Ubisoft, пожалуйста, не испортите игру донатом. Пожалуйста. Типа, у вас и так в последнее время Mario Plus кролики, это основная франшиза, можно сказать. Пожалуйста, не трогайте ее, не портите. Ох, как я надеюсь, что получится нормально. Продолжение рубрики, зачем Nintendo выпустили Splatoon 3, если это то же самое, что Splatoon 2. А все просто, я не знаю, просто Splatoon 3 произвел какой-то невероятный фурор. Во-первых, они там в Японии побили все рекорды. Во-вторых, они там в Великобритании во всех чартах возглавляют все, что только можно. Теперь подъехали еще и новости из Китая. Там игра, во-первых, еще даже официально не вышла, но уже просто какое-то невероятное количество людей ее стримят. И самое главное, смотрят эти стримы и донатят просто невероятные суммы тем стримерам, которые стримят Splatoon 3. Короче, подъехала инфографика у нас с их платформ. И там говорится, что 46% стримеров транслируют именно Splatoon 3, но помимо этого, 72% всех донатов приходится на стримеров, которые стримят Splatoon 3. И интересный факт заключается в том, во-первых, что игра еще официально на тот момент не вышла в Китае, может быть сейчас, когда выходят новости, уже вышла. Но как бы стримеры стримят, и я думаю, что когда игра выйдет, там продажи улетят куда-то в космос. Плюс к этому, Nintendo сделали официальный перевод Splatoon 3 на упрощенный китайский, и это первая игра серии, которая переведена на китайский. Но и я думаю, что вот это как раз и поспособствовало такому огромному интересу. Ох, японцы, если сейчас у них все сработает в Китае, то на этом заработает не только Tencent, но и сами японцы в виде Nintendo. А вы еще спрашиваете, зачем они выпустили Splatoon 3, зачем они выпустили Splatoon 3, вот за этим, чтобы бабло гребсти лопатами. У нас же тут No Man's Sky выходит на Nintendo Switch 7 октября, и команда разработчиков заявляет, что вот это обновление, которое предстоит в No Man's Sky 4.0, оно в основном сосредоточено именно на версии для Nintendo Switch. Они выходят одновременно, что версия для Nintendo Switch, что обновление, и разработчики заявляют, что это будет просто конфета, игра будет вылизана до идеала, вам вообще не стоит переживать, оформляйте предзаказы, смело бегите в магазин. И короче, там просто все, 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 что только возможно сделают. Единственное, что будет не хватать, так это мультиплеера, вы не сможете там летать с друзьяшами на тысячу миллионов планет и все такое. Короче, это грустненько, только в Соляново будете бороздить бескрайний космос и эти бесконечные планеты. Но возможно, типа с очень маленькой вероятностью, по крайней мере разработчики говорят, что это крайне-крайне маловероятно, что мультиплеер со временем появится, но скорее всего вам всегда придется играть именно офлайн. Но я думаю, что если игра будет вылизана прям до идеала, то для фанатов отсутствие мультиплеера в принципе не должно стать огромной преградой. Короче, ждем, интересно на самом деле посмотреть, как настолько, настолько масштабная игра будет перенесена на Nintendo Switch. Но предзаказы я бы вам не советовал оформлять, потому что ну его нафиг, от заявления есть заявления, а что получится по факту пока непонятно. На Nintendo Switch наконец-то вышел супер-супер долгожданный сборник из двух частей Life is Strange, я не знаю, люди его реально уже 100 лет ждут и вот наконец-то его выпустили. Туда завезли переработанных персонажей, окружение и оптимизировали игру для Nintendo Switch. Улучшили анимацию персонажей с использованием полноэкранного режима, ну и также в игре конечно же оставили основанный на выборе и последствиях невероятные концовки и интересный сюжет. Но судя по третьей части, скорее всего в игре не все так гладко как хотелось бы, потому что портировать они скорее всего не умеют игры. Да, игры сами по себе неплохие, да, играть в это на Nintendo Switch можно, получать удовольствие тоже можно, потому что вот у нас в подписочке на Boosty есть Life is Strange и кто играл говорят норм, что ну типа фанаты жанра говорят, что прям нормально можно играть, кайфушечку получать можно. Но вот кто как бы не знаком с играми, они говорят ну и помойка какая-то лагающая, все в квадратах, короче отстой. Вот интересно знать тут какая ситуация, я сейчас загуглю. Загуглил, видимо Life is Strange вообще никому не интересны, короче никто ничего не пишет по их поводу. Ну короче есть и есть. Тут же у нас вышло аниме по киберпанку и что-то это вызвало огромный интерес у игроков и все резко начали покупать себе киберпанк, играть в него. Возвращаются старые игроки и из-за этого киберпанк 2077 ставит какие-то супер рекорды в стиме и его онлайн превысил 135 тысяч человек и игра лидирует по продажам почти во всем мире. И самое интересное что киберпанк 2077 даже побил рекорд ведьмака третьего по онлайну вернувшихся. Но на самом деле тут удивительного ничего нет, потому что ну слишком много людей купили эту игру на старте, забросили ее такие фубе в это играть невозможно. А тут вроде как и обновления какие-то подъехали и анимешечка подъехала и все таки, а че почему бы ее еще разочек не попробовать. Да и на самом деле игру правда существенно доработали, я думаю что еще и сарафанное радио подключилось. Ну а то что ее покупают активно тут неудивительно, потому что скидка 50% на нее. А когда вот так вот все звезды складываются плюс еще скидочка накладывается, так почему бы еще и не прикупить игру. Короче я думаю что если бы киберпанк на старте вышел вот в том виде в котором он есть сейчас, то это была бы просто лучшая игра всех времен и народов. Ее бы прославляли просто как не в себя, все бы ходили рассказывали насколько это круто, невероятно офигенно. И плюс бы еще они отказались изначально от выпуска игр на старой платформе и сосредоточились бы полностью на Xbox Series, там на ПК и на PlayStation 5. Тогда бы это был просто разрыв, но правда тогда бы и продаж было меньше, потому что владельцев Xbox Series и PlayStation 5 на то время было очень мало. Тубиковая ситуация, соглашусь. Как оказалось CD Projekt Red все-таки могут довести игру до ума, а только выпустить нормальную игру сразу не могут. Тут у нас Нир Автомата же выходит на Nintendo Switch и заодно подъезжает опять же анимешечка по игре и видимо это сейчас будет какой-то тенденцией, что все игры будут сопровождать какой-нибудь анимешкой. Я так предполагаю, что это сильно бустит продажи, недаром они это делают. И вот создатели этого сериала анимешного сообщают, что он не будет повторять в точности игру, так что его можно будет смотреть просто как цельное произведение. Но в то же время, что же там по порту на Nintendo Switch? Вот это гораздо интереснее, как по мне. И журналисты, которые уже поиграли в Нир Автомата, говорят, что это просто какой-то супер образцовый порт на Nintendo Switch и выглядит все шикарно. Говорят, что разрешение при игре в доке не сильно уступает базовый PlayStation 4 и частота кадров нечасто и не сильно просаживается. Ну и текстуры, модели, освещение, тени, все на очень хорошем уровне. И типа заявляют, что если вы до этого ни разу не играли в Нир Автомата на других платформах, то выбрав платформу Nintendo Switch как первую для игры, вы ничего не потеряете. Выходит она 6 октября и тут я напомню вам про самый кайф, что в ней будет русский язык. Это офигенно, жду не дождусь. Тут одна из самых главных новостей на этой неделе, новость от Sony. Ну просто я не мог об этом не рассказать. Один зарубежный ютубер, название у него Мако Начо Продакшн. Название у него Мачо Начо Продакшн. Что-то с неймингом у него явно не так. Но тем не менее, он где-то раздобыл себе PlayStation 5 Dev Kit. И самый прикол в том, что этот Dev Kit выглядит именно так, как показывали PlayStation 5 там вот на утечках 100 миллионов лет назад до ее выхода. И я думаю, что если бы конечная версия PlayStation 5 выглядела примерно так же внешне, только немножечко уменьшенная, то это бы произвело фурор. Людям было бы понятнее смотреть вот на такой дизайн, чем на тот, что представили в итоге. Но на самом деле спустя время уже немножечко привыкаешь к дизайну PlayStation 5 и смотришь на него такой. Ну ладно, норм. Хотя на старте казалось, что это какой-то бред вообще. Так вот, из интересных особенностей этого Dev Kit, это как бы он предназначен для разработчиков, если что. Там находится аж 5 USB входов, 4 из них версии 3.0. Есть экран для отображения информации, 2 LAN разъема, один из них 10 гигабитный и SSD диск на 2.4 терабайта. Ну вот что интересно, в Dev Kit нет дисковода. Ну на самом деле, наверное, его и не сильно надо в Dev Kit, это потому что все с флешечек себе игры запускают, смотрят как они работают, скорее всего. Ну и также этот Dev Kit включается и интерфейс в менюшках точно такой же, как и на конечной версии в PlayStation 5. Ничем не отличается, правда с этого Dev Kit вы не можете запустить никакие игры, но оно особо-то нам и пофигу. Главное, что нам показали, что правда вот и было такое устройство, правда оно так выглядело футуристично и интересно. Ну и хотя бы мы посмотрели вот прям на реальный современный Dev Kit, очень интересно, как по мне. Ну и также людей не отпускает тема GTA 6. Тут подъехала информация, что разработка обошлась Рокстаром в рекордные 2 миллиарда долларов. И вот эту информацию на самом деле я оставлю под сильное сомнение, потому что процесс разработки, во-первых, еще не закончен. И еще в процессе разработки учитывают в том числе и маркетинговые расходы. А они будут, я вам скажу, вообще ни разу не маленькие. Где-нибудь около миллиарда долларов еще в рекламу вбухают. Так что это точно не конечная сумма. И на самом деле я не думаю, что на игру можно потратить столько денег. Потому что на тот же Киберпанк потратили всего лишь 331 миллион долларов. Ну а Стар Ситизен в свое время обошлась в 420 миллионов долларов. И там, и там бюджеты пилились с невероятной скоростью. Так что я думаю, что GTA 6, ну максимум в миллиард долларов обошлась. Плюс еще, если учесть какие-нибудь расходы на рекламу и тому подобное, может еще миллиардик. И вот так вот суммарно, конечно, может получиться 2 миллиарда. Но что уже вот сейчас на данном этапе потратили 2 миллиарда долларов, я очень, очень, очень сильно сомневаюсь. Хотя там же истории с этими переработками, что никому нельзя сидеть в офисе очень долго. Из-за этого надо набирать штаб из большого количества людей. Плюс масштабы работы огромные и тому подобное. И в принципе из-за раздутого штата, в принципе, чисто в теории, может быть такое. Но тоже не 2 миллиарда долларов. Я очень сильно сомневаюсь в этой цифре. Напишите свое мнение в комментариях, как думаете, могла GTA 6 стоит 2 миллиарда долларов или нет. Слышь, купи Skyrim. Да, это дезапись. Просто ни с того ни сего взял и вышел очередной Skyrim на Nintendo Switch. Ну, конечно же, я говорю о дополнении Anniversary Edition. Anniversary Edition. Это издание включает в себя контент 10-летней давности. Ну, то есть основную игру и дополнение Skyrim Special Edition. А также ранее существующий и новый контент из Creation Club. Включая новые квесты, подземелья, боссов, оружия, заклинания и многое другое. Издание можно купить в виде полного пакета за 70 долларов. Либо, если у вас уже есть Skyrim на Nintendo Switch, то можно купить в виде DLC за 20 долларов. И в США, и в Польше в игре присутствует русский язык. И вроде как говорят, что даже версия, которая была куплена в России, стакается с DLC-шкой из США. Кто не знает, бывают некоторые проблемы с DLC-шками. Вот ты купил, например, игру там в Европе, в России, да? А потом хочешь купить себе DLC-шку в США, а она не работает, потому что версии как бы друг с другом не вяжутся. Вот тут такой проблемы нет. Можете покупать хоть в Польше, хоть в США, без разницы. Но в то же время, как бы ничего такого сверхъестественного эта версия не привнесла. Я думал, что они какую-нибудь отдельную приложуху для Creation Club, типа ограниченную, сделают с проверенными модами. Но нет, вы просто покупаете эту DLC-шку, и набор этих DLC-шек появляется у вас в игре. Собственно говоря, все, ничего интересного. Ну ладно. Да и по отзывам фанатов, это Anniversary Edition особо ничего интересного в себе не несет. Но если вы хотите хоть как-то разнообразить свою игру в Skyrim, то в принципе вариант неплохой. На Nintendo Switch все равно альтернатив без прошивки нет, а соответственно пользуйтесь тем, что дают. Ну и давайте наконец-то уже пробежимся по скидочкам на этой неделе. В США у нас немножечко распродажа сошла на нет, уже все скидочки основные закончились. Зато в Польше они еще остались. Но тоже подходит к концу. 3-го числа все, заканчивается распродажа. Так что вот сегодня воскресенье, получается это последний день прям масштабной распродажи в Польше. Так что успевайте. И цены тут, кстати, очень приятные. Например, можно Черепашек-Ниндзя всего лишь за 80 злотых взять. Диабло 2 за 84 с половиной, скидка 50%. Хедес можно со скидкой 40% взять за 60 злотых. Из супер необычного и интересного у нас Loop Hero со скидкой 33% за 40 злотых. Ну, Лего Старварс я думаю понятно. Еще Street of Rage 4, который редко бывает по скидочкам, тоже у нас со скидкой сейчас стоит 50%. Тут же у нас находится Катана Зира 40% скидка. Понятно, что там на всяких Ассасинов, на Думы, на Вольфенштейны присутствуют скидки. Тут даже рассказывать не буду, потому что это постоянно продолжается, по-моему. Ну, из необычного я вот, например, заметил Сириус Сэма коллекцию. Сразу скажу, стоит она 60 злотых и 50% скидки на нее, что крайне приятная цена. Но в то же время рассчитывайте, что вы сможете поиграть только в первые две игры. Третья вообще неиграбельная. Ну, а кому хочется купить прям супер-супер дешевую, но просто невероятно офигенную игру, советую 5 злотых, скидка 90% игра Биткоп. Биткоп офигеннейшая. Кстати, надо проверить, есть ли там русский язык. Да, русский язык в Польше присутствует, так что если у вас остались там какие-нибудь копеечки на балансе, то обязательно советую потратить их именно на Биткопа. Ознакомиться с игрой офигенно классно. Ну и еще из супер дешевого Торчлайт 2 советую. По мне, так вот как вообще не знатоку жанра, можно в принципе вместо Диабло 3 покупать смело 75%. Ну, только если вы вообще не шарите, как вот я, просто хотите ознакомиться с жанром, то советую за 20 злотых, это же прям вообще идеально. Ну и также важный момент, что например в США в Лего играх нет русского языка, а вот в Польше он присутствует, так что сейчас еще и скидочки на Лего игры, и Лего Сити Андерковер можно взять со скидкой 80%, всего лишь за 50 злотых, и кайфовать с русским языком. А кстати, всякие игры по типу Мортал Комбата, Иммортал Феникс Райзинг и тому подобное, в топе сразу сместились куда-то там на третью, на четвертую страницу, потому что, ну реально, сейчас вот по распродаже идут прям офигенные классные игры, которых давно не было, поэтому заглядывайте в польский eShop, как я сказал, коды сейчас всегда у нас в наличии, переходите по ссылочкам, закупайтесь. Ну а сейчас на экране самые классные люди, которые делятся своими играми, в которые вы можете поиграть, подписавшись на меня на Boosty, всего лишь там за 300 рублей в месяц. Огромное вам спасибо, что делитесь этими играми и людям есть во что сейчас поиграть. Ну а также на экране люди, которые поддерживают меня на этом самом Boosty больше, чем на 750 рублей в месяц. Очень солидно и мне очень приятно. Огромное вам тоже спасибо, это мотивирует меня снимать видосы. Ну а на этой неделе у меня все, всем огромное спасибо, всем удачи и пока.